Эти кадры позапрошлой весны, в преддверии Дня Победы. Матрёна Егоровна несёт цветы к мемориалу славы в память о боевых товарищах, что не вернулись с Великой Отечественной. Сегодня алые гвоздики приносят уже в её честь. Матрёна Егоровна не стала 6 августа на 99-м году жизни. Это самый близкий из старшего поколения человек в моей жизни. Я её знаю с 68-го года, так как являюсь подругой её единственной дочери Ольги Павловны. Всё это время мы пересекались. Была очень строгая. Она всегда давала очень мудрые советы. И самое главное, у неё никогда не было чувства, что запели медные трубы. Хотя она прошла огонь и воду, а медным трубам она не была подвержена. В каждом её действии Матрёны Егоровны всегда была забота о людях. Она на фронте заботилась о людях, не сестричкой была. И просто было удивительно, как такая маленькая, хрупкая женщина вынесла все тяготы и душения страшной войны. О том, что жизнь Матрёны Егоровны была примером бесконечной преданности делу и служения людям, скажет, наверное, каждый, кто её знал. Яркий тому пример весь жизненный путь героини. В 42-м молодая девушка добровольно отправилась на фронт медсестрой во втором составе 312-й стрелковой дивизии. Станция пробуждения-то есть такая, где мы разгружались и уехали на место дислокации, где мы должны быть. И мы там палатки растянули, всё приготовили, и операционные, и приёмные. Всё это нужно для приёма раненых. И через несколько часов началась бомбёжка этой станции пробуждения. И нам пришлось ехать туда, раненых забирать оттуда. И представляешь, как могло быть. Мы ехали, мы не знали, что там. Приехали. После этого мы забрали этих раненых, привезли к себе. Мы по два дня ничего не могли кушать, потому что нам не шло это никак. Не хотелось нам есть. Нам надо было помогать нашим раненым. Потому что мы привезли их. Некоторые тоже умирали. Некоторые дальше. Мы их на операционные и дальше отвозили на станцию, где у нас в АК-госпитале были. А впереди были Вязьма, Ржевка, Луга, Смоленск и серьёзные человеческие потери. Совсем юные медсёстры не только боролись за жизни раненых, а наравне с мужчинами рыли окопы и строили блиндажи. Свой победный Майи Матрёна Егоровна встретила под Кёнигсбергом. А после жизнь завертелась, как у всех. Учёба, семья, работа. Но отличала женщину небывалое чувство любви к жизни. И даже после выхода на заслуженный отдых Матрёна Егоровна не бросила общественной работы и возглавила Барнаульскую общественную организацию «Российский союз ветеранов». Уходят фронтовики. Уходят такие люди. Прямо вообще сильные духом. Сильные такие. Нам бы у них поучиться всему этому. Родители много делают сейчас не так, как нужно. У нас сейчас родители увлекаются богатством каким-то, какими-то деньгами, какими-то другими имениями надо иметь где-то. Жить здесь, а иметь где-то за границей что-то. Иметь там дома, иметь имущество, иметь какое-то, чтобы он влияние имел там какое-то на это имущество. Разве это жизнь? Жизнь – это не жизнь. Так жить нельзя. Если ты живёшь, так ты живи этой жизнью. И живи для этой жизни. И живи для этого государства, которому ты отдаёшь свою жизнь. Которому отдавали твои родители. Надо жить так, чтобы не стыдно было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова